Здравствуйте! Россия с сегодняшнего дня отменяет запрет на турецкие кабачки, тыкву и салат айсберг. Об этом сообщает РБК со ссылкой на министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Решение принято после проверок турецких предприятий Россельхознадзором. При этом министр отметил, Россия в свою очередь рассчитывает, что турецкие партнеры допустят на свой рынок российских экспортеров мяса, говядины и птицы. Минсельхоз также не исключает возобновление импорта помидоров из Турции. Не исключено, что томаты из этой страны будут поставляться в определенные сезоны, когда без импорта не обойтись, отметил министр. В сентябре вступят в силу поправки в воздушный кодекс. Новые правила дадут право авиакомпаниям брать деньги за услугу по перевозке багажа в рамках невозвратных тарифов. То есть пассажирам надо будет внимательно смотреть, на каких условиях они покупают билет. Кроме того, пассажиры следующей семьей имеют право объединить свой лимит по перевозке чемоданов. Например, семья из трех человек сможет взять один чемодан на троих, но весом в 30 килограммов. За больший вес чемодана придется платить как за сверхгабаритный груз, уточнили в министерстве транспорта. Что же касается авиакомпаний, которые перевозят пассажиров по невозвратным билетам, то здесь придется платить за любой багаж. Пермский мясокомбинат может быть продан. Об этом сообщает коммерсант Прикамья. Группа прода, которая владеет активом, близка к завершению переговоров о продаже комбината. О готовящейся сделке знают источник в правительстве края, а также на одном из предприятий-партнеров мясокомбината. Согласно их данным, покупателем комбината может выступить бизнесмен из Березняков. При этом сделка может завершиться до конца года. По данным издания, бизнесмен собирается развивать производство мясной продукции, в том числе для поставок в Березняки, уверяет источник, знакомый с ситуацией. Согласно собеседнику в правительстве края, покупатель пока не представил свои планы по развитию и по использованию комплекса. Источник, близкий к мясокомбинату, оценил примерную стоимость контрольного пакета пермского мясокомбината в 500 миллионов рублей. Контракт по ремонту коммунального моста в Перми расторгнут. Специалистов МКУ Пермь-Благоустройства не устроил проект производства ремонтных работ. В результате договор с подрядчиком работ компании «Техноград» был расторгнут. Новый конкурс объявят после утверждения бюджета на 2018 год. Напомню, что итоги аукциона на выполнение ремонтных работ на коммунальном мосту через Каму Пермь-Благоустройство подвело в первой половине июня. Рассмотрев единственную заявку от компании «Техноград», комиссия решила заключить контракт с этой компанией. Стоимость работ составляет 34,8 миллиона рублей. При этом, как заявляли в мэрии, мост будет отремонтирован в текущем режиме. Курс доллара, установленный Центробанком на выходные, составляет 58,05 рубля, курс евро – 68,99 рубля. На этом у меня все. Удачи в делах.